МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переселение из районов Крайнего Севера в управление муниципального имущества стартовала заявочная кампания. Звучит симфония Ямала. В округе проходит международный музыкальный конкурс молодых талантов. Боксеры Муравленко – победители и призеры первенства Ямала. В копилке спортсменов три медали. Ямальцы, желающие переселиться с Крайнего Севера в регионы с более благоприятными климатическими условиями, могут поучаствовать в одной из трех жилищных программ. Заявочная кампания на 2025 год уже стартовала. Жилищная политика – одна из ключевых направлений работы муниципальных и окружных властей. Сегодня на Ямале реализуются три программы, которые позволяют переселиться из районов Крайнего Севера. Условия разные, но действуют они по одному принципу. Участник передает свое имущество в собственность к муниципалитету, а взамен получает жилищный сертификат на покупку квадратных метров за пределами округа. В прошлом году соцвыплаты получили 83 муравленковские семьи. По программе, например, сотрудничества у нас переселено было 27 семей. Федеральная программа также у нас была реализована. Три семьи получили социальные выплаты, их успешно реализовали. Кроме того, большим спросом и действительно эффективной программой является переселение граждан из аварийного жилья в другие регионы Российской Федерации, что им позволяет сделать социальные выплаты. И таких семей у нас было в прошедшем году 53. В этом году эти направления также активно будут актуальны. Жилищные программы на Ямале постоянно совершенствуются согласно потребностям северян. Так, программа по переселению из аварийного жилья, которую запустили в округе в 2021 году по инициативе Дмитрия Артюхова, ранее охватывала почти все российские регионы. С прошлого года ямальцам стало доступно для переселения Тюменская область. В этом году программу вновь расширили. Социальная выплата предоставляется для приобретения жилого помещения с 2024 года также в пределах нашего региона, в пределах Ямал-Анининского автономного округа. Такая возможность появляется. Это тоже было, скажем так, востребовано гражданами, то есть такие вопросы звучали, и было принято решение правительством региона о расширении географии, скажем так, переселения из аварийного жилья. Воспользоваться программой, как и прежде, могут собственники аварийного жилья или наниматели по договору соцнайма. Среди требований постоянное проживание на Ямале не менее пяти лет, отсутствие иного жилья на территории страны и сделок по его отчуждению за последние пять лет. Также ямальцы не должны прежде получать финансовую или имущественную помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. В рамках этой программы заявления принимаются ежегодно в период с 1 января до 1 октября. Подать заявление на участие можно через единый портал госуслуг. Самое время подать заявление ямальцам, которые ожидают очереди в двух других программах и желают получить социальную выплату уже в следующем году. Заявочная кампания уже стартовала. Граждане, которые состоят по программам переселения из районов Крайнего Севера, это федеральная программа и программа сотрудничества, которые желают получить выплату в 2025 году, должны подать заявление в следующие периоды. По федеральной программе этот период установлен с 1 января до 1 июля, по программе сотрудничества с 1 февраля до 1 августа. Заявление подают только те граждане, которые желают переселиться в 2025 году. Если граждане, которые состоят в очереди, не планируют переселяться в следующем году, то такое заявление подавать не нужно. Участники федеральной программы переселения могут подать заявление, как и прежде, на бумажном носителе в управлении муниципального имущества. Северянам, которые состоят в окружном списке по программе сотрудничества, сделать это необходимо в новом формате. Это можно сделать либо посредством обращения в многофункциональный центр, после того, как там будет техническая возможность реализована, либо это можно сделать посредством портала государственных услуг. Те граждане, кто уже принял участие в заявочной кампании путем направления в письменном виде на бумажном носителе заявления, этим, уважаемым гражданам, необходимо подать заявление в период с 1 февраля по 1 августа текущего года теми способами, о которых я сказал выше. Добавлю, что меры поддержки способствуют достижению целей нацпроекта «Жилье и городская среда» и решению задачи губернатора Дмитрия Артюхова по расселению 1 миллиона квадратных метров аварийного жилфонда до 2025 года. Дополнительную консультацию можно получить в управлении муниципального имущества по телефону 55 224. Ирина Бугрим, Алена Гафарова, Сергей Лукович, Новости Муравленко. В Салихарде проходит международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». В город на Полярном круге приехали 15 лучших исполнителей из России, Китая и Франции, которые успешно прошли заочный отбор. Масштабное событие мирового уровня впервые проводится на территории российской Арктики. На конкурс в качестве зрителей пригласили две сотни одаренных воспитанников ямальских детских школ искусств. В том числе 13 стипендиатов губернатора, а также их наставников. Я очень рада, что мне предоставили такую уникальную возможность побывать, послушать, посмотреть на такие выдающиеся таланты страны, можно так сказать. Даже не страны, а всего мира. Выступления именитых музыкантов могут посмотреть все желающие в соцсети ВКонтакте, где организована прямая трансляция. Кроме этого, в ямальских городах для учащихся школ искусств работают виртуальные концертные залы. Многие дети, по сути, живя в нашем небольшом городе, впервые посетили концерт такого уровня. Конечно, все услышать невозможно. Но я уверена, что все то, что сегодня увидели и услышали дети, это, конечно же, отложится в их памяти и оставит свой след. Мне очень понравился этот концерт, игра всего оркестра, и я очень рад побывать на таком концерте. Старт конкурсу дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он также сообщил, что культурно-деловой центр, в стенах которого проходит масштабное событие, переименован в Ямальскую филармонию. Каждый ребенок талантлив, и мы должны делать все, в том числе такие интересные и содержательные события, как симфония Ямала, чтобы развивать ваши таланты, отметил губернатор Дмитрий Артюхов. Мы преследуем несколько целей. Есть цель очень благородная, уже всероссийского, и может даже за пределами нашей страны масштаба, создать действительно интересную конкурсную площадку, фестивальную конкурсную площадку, где ребята будут показывать свои лучшие таланты. Ну и, конечно же, у нас есть наша ямальская задача конкурса, это популяризация классической музыки, популяризация музыкального образования. Сразу после открытия народный артист России, художественный руководитель конкурса Денис Мацуев совместно с юными дарованиями, лауреатами международных конкурсов Елисием Мысиным, Полиной Тхай, Лукой Марамовым исполнил шедевры мировой классики. Конкурсная программа рассчитана на 4 дня. По итогам прослушиваний будут определены лауреаты конкурса по номинациям. Каждый из них получит премию. Трое лауреатов в финале конкурса поборются за гран-при. Сильнейшего ждет премия в 1 миллион рублей. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Муравленковская спортсменка Маргарита Графова завоевала золото окружного первенства по боксу. Соревнования прошли в ноябрь, с кем муравленковцам удалось пополнить копилку наград тремя медалями разного достоинства. Свой победный бой 13-летняя Маргарита Графова провела технично и без единой ошибки. Золото турнира позволило девушке попасть в состав ямальской сборной для участия в первенстве Урала. Я больше работала на технике, на дистанции старалась работать. Сейчас передо мной стоит серьезная задача выиграть Урал и пройти на Россию. Тренирует чемпионку Владимир Мягких. Сейчас юная спортсменка готовится к предстоящим состязаниям в усиленном режиме. Приятно то, что эта девочка у нас начала заниматься 5 лет назад. Поехали они с родителями в Москву, жили в Пензенской области, я так понимаю, и она продолжала заниматься боксом усиленно, стала участницей первенства России, даже один бой выиграла, вернулась сюда в город Муравленко, продолжает усиленно заниматься. То есть планы у нее, я считаю, шансы неплохие попасть, опять же, на первенство России. В тренировке Маргарита Графова посещает регулярно, долго и упорно отрабатывает каждый удар и мечтает стать настоящей чемпионкой. Не отстают от нее брат Тимофей и сестра Сладислава. Наверное, скорее всего, может, моя мечта заниматься боксом. У меня этого никогда не было. Да все просто. У нас как бы заведено, вся семья спортом занимается. Первым сын пошел на бокс. Ну и девчонки, соответственно, за ним потянулись. Мы тоже хотим. Стремление, помноженное на трудолюбие, несомненно, даст результат. 25 февраля Маргарита вновь выйдет на ринг в Новом Уренгое в составе сборной округа и попробует сразиться за звание чемпионки Урала. Анастасия Попова, Виталий Сидняев. Новости Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте муравленко24.ру и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин